Здравы будьте! Миф, который мы будем разбирать сегодня, называется «Перун и дивана». Это небольшой миф, но в нём есть над чем задуматься. Я буду читать миф частями и пояснять, естественно, со своей точки зрения некоторые моменты. Ой, да было рано, Ройнёшенька, как с восточной дальней сторонушки прилетел орёл с орлицей, то Перун с женою Перуницей. И садились они на дубравушке, на высокий могучий дуб, и свивали они тёпло гнёздышко, устилали его мягким бархатом, украшали его чистым золотом. И тогда Перуница Дива понесла яичко жемчужное, и родилась дочка Диванушка. Подрастать Диванушка стала, захотелось ей много мудрости. Белорыбицей в море плавать, в синем небе парить могуром, львицей в полюшке чистом рыскать. Обучилась она премудростям, обернулась Диванушка львицей, Поскакала она по сырой земле, Диких всех зверей завернула, Всех куниц и лиц с горностаями, Чёрных соболей, малых зайчиков. А потом она обернулась грозной птицей могур, Сильнокрылою, полетела она под облачью, И всех птиц она завернула, Всех гусей, лебедей, Ясных соколов. Обернулась обелорыбицей, И всех рыб завернула в море, Всех севрюк, белук со сетрами. Мне думается и замечается, что девушка выросла довольно жестоковатой, Оборачиваясь то в зверя, то в птицу, то в рыбу, Она, по словам мифа, заворачивает всех, кто попадается на её пути. Ну что ж вы хотите, воинская сила Перуна с примесью Дия, как-никак. Чистым полем дивана ехала, Проезжала она, потешалась, И метала копьё в поднебесе, Как однако рукою метала, А подхватывала другой. Впереди диваны бежали два свирепеших серых волка. Был на правом плечике сокол, А на левом плече белый кречет. За диванную вслед ехал Велес. Он ревел ей вслед по звериному, Он свистел ей вслед по соловьему, Но диванушка не откликнулась И не повернулась на свист. Ужаснулся Велес, сын Суревич. Та дивана будет не мне чета, Не моя чета и не мне верста, И поехал прочь чистым полюшком. Тут мы видим интересный момент, Связанный с Велесом. Как мы помним по предыдущему мифу, На тот момент Велес ищет себе пару. И вот он увидел дивану, И едет вслед за нею. Пытается окрикнуть её сзади, Однако она не откликается, Словно не слышит его. Из чего Велес делает вывод, Что она не его пара, И ему с ней не по пути. Можно чуть подробнее это рассмотреть. Так вот, то, что сзади связано с прошлым, А значит с нашими ушедшими предками, Души которых в принципе и призван хранить Велес. Однако наши же предки отвечают за притяжение к нам второй половинки, С которой мы пойдём по жизни. Этот процесс зависит именно от них. Видимо, поэтому Велес, ищущий себе пару, Зовёт дивану зовом предков, Пытаясь понять, его ли это пара. Сзади он её зовёт. И в конечном итоге, видя, Что она не откликается на его зов, Понимает, что не его пара. Дивана ему не пара и не может её быть в принципе. Выезжал навстречу диване Тарх Дашбог, Могучий Перунович. Он заехал к ней с лица белого. Слез с коня Дашбог, Низко кланялся. Здесь мы видим другую ситуацию, Что Дашбог заезжает к диване с лица. Из этого, ну, возможно, можно сделать такой вывод, Что, допустим, Велес – это хранитель прошлого времени. Хранитель нашего генофонда, скажем так, Потому что он же же и хранитель душ ушедших предков. А Дашбог связан с будущим, скорее всего, Потому что он заезжает с лица белого, То есть впереди. Слез с коня Дашбог, низко кланялся. Уж ты здравствуй, Дева Красная, Ты куда, диванушка, держишь путь? Еду я в Красный Ирий, Я хочу съесть яблочко Фирия И на трон Сварога усесться. И вскочил Дашбог, На коня верхом поскакал, Полетел он в Ирийский сад К громоверцу Перуну в терем. Уж ты, гои, сей грозный бог Перун, Едет в Ирий дочка дивана, Хочет съесть она золотые яблочки И на трон Сварога усесться. Тут зыграло сердце Перунова, Закипела в нем кровь горячая. Он седлал коня бурю грозную, Конь его бежит, Мать земля дрожит, Из ноздрей пламя пышет, Из ушей дым валит. Выезжал он навстречу дочке, Закричал Перун по-звериному, Уж вы два моих серых волка, Вы бегите в лесушки темные, Мне теперь до вас дела нет. Засвистел Перун по-соловьему, Уж ты, мой, молодой ясный сокол, Уж ты, мой, млад белый кречет, Вы летите-ка в небо синее, Мне теперь до вас дела нет. И съезжался Перун с диванушкой, Уж ты, гои, сей дочь родимая, Не езжай-ка ты в светлый Ирий, Ты коня назад поворачивай. То диване бедой показалось, За досаду великую встала, Буду ли я перед ним унижаться, Заколю лучше его копьем. И съезжались они в чистом поле, И кололись копьями острыми, Только копья их поломались, И они друг дружку не ранили. И секлись они мечами, И щербились и мечи, Бились палецами тяжелыми, Обломались у них и палицы. Обернулась дивана левицу, А Перун обернулся львом, Стали биться меж собою, И побил лев львицу диванушку. Обернулась дивана соколом, А Перун орлом обернулся, Стал когтить орел птицу мощную. И тогда диванушка Пёрышком опускалась, В море синяя обернулась Обелорыбицей. Тут Перунушка призадумался, Стал совета просить у Макуши. И пришла тогда Макуш-матушка Вместе с долей-недолейю. Стали долюшку и недолюшку, Прясть свивать судьбу Вместе с Макушью. И вязали они крепкий невод. И поймал Перун этим неводом Белорыбецу в синем море. И дивана судьбе покорилась, И Перуну отцу поклонилась. На этом миф заканчивается. Вот такой небольшой миф. В последней части У меня лично возник такой вопрос. Почему Перун, Храбро сражающийся на земле и в воздухе, В виде льва, В виде орла, Не может поймать дивану В глубинах морских? Ну, наверное, для этого нужно вспомнить, Что Перун прежде всего Это предводитель небесного воинства. Воин света. Утвердитель законов прави В мире Яви. Это защитник мира Яви И светлого Ирия. Но, видимо, Океан Бессознательного, Символ которого и есть Вода-море, Ему не подвластны. Чтобы справиться с этими водами, Ему нужна помощь того, Кто ведает. То есть богини Макуши. Из этого же я делаю вывод, Что, по-видимому, Нити судьбы, Которые плетет нам Нам и богам Богиня Макуш Заложены в человеке Его подсознании. А самому сознанию Они неведомы. То есть наша душа хранит Те нити судьбы, Та судьба, которой мы следуем. Только с помощью Макуши, Богини судьбы, Перуну удается Изловить дивану В неведомом ему мире Бессознательного С помощью сетей судьбы. А также я думаю, Что этот миф Дает четкие нам указания От наших предков Относительно того, Благое ли это дело Нападать на чужие земли С целью захвата Чужого добра И с целью власти. Дивана, хотевшая Посягнуть на Ире, Несет в себе Начало Дия. Мы же помним По предыдущему мифу, Что ее мать Дочь Дия, А она, соответственно, Ее дочь, И он ее дед. Следовательно, Если цель войны Это захват чужих земель С целью именно власти И присвоения чужого добра, Чужих ресурсов, То это исходит от Дия, Но не от Сварога Небесного. Благая война Это защита своего рода, Своей земле захватчиков. Именно защита. На этом Благодарю всех За внимание. Продолжение следует...